В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одесской мэрии снова заговорили о необходимости реконструкции французского бульвара и возможном его расширении. Суд продлил меру пресечения подозреваемым в нападении на лидера городской ячейки Автомайдан Виталия Устименко и оставил их под стражей. Спортсменка из Черноморска Анастасия Лысенко стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике. В Одесской мэрии снова заговорили о необходимости реконструкции французского бульвара и возможном его расширении. Ни для кого не секрет, что украшавшая когда-то Одессу достопримечательность последние несколько лет превратилась в настоящие руины. И в первую очередь это произошло именно благодаря бездействию городской власти, позволяющей хаотичную застройку французского бульвара и уничтожение исторической брусчатки растущих здесь деревьев. В Одесской мэрии внезапно вспомнили о бедственном положении когда-то одной из самых красивых достопримечательностей Одессы в французском бульваре. Но как вспомнили депутаты, доверяя делам, выступили с предложением навести порядок на тротуарах и дорожном полотне бульвара. Тут же городской голова озаботился данным вопросом и даже заявил, что то, как дорожники перекладывают брусчатку, это латание дыр. Насчет дыр это, пожалуй, никто спорить не будет. Только вот вопрос, откуда эти самые дыры взялись? Почему так стремительно и местами даже необратимо разрушены и историческая брусчатка, и трамвайное полотно, а тротуары все меньше напоминают пешеходную зону, а скорее полосу препятствий. Не кажется ли вам, что так происходит первую и главную очередь, потому что французский бульвар из бульвара последние несколько лет превратился в одну большую строительную площадку, на которой живого места от очередной высотки уже, кажется, не осталось. А ведь каждому такому высотному домику надо проложить коммуникация, а значит разрыть тротуар. Каждому строительному забору нужно подвести стройматериалы, а значит груженные фуры будут продавливать историческую брусчатку до полного ее уничтожения. Что надо нашей громаде? Наша громада неоднократно заявляла о том, что расширение французского бульвара не решит проблему транспортных пробок и транспортных коллапсов, которые вызваны, в принципе, отсутствием инфраструктуры и тотальной застройкой французского бульвара. Речь, ну это реально отсутствие планирования, это разрушительная градостроительная политика, которая проводилась все эти годы. Нет стратегии, нет понимания, нет планирования, а есть дерибан важных рекреационных земель под застройку высотного жилья, и это на французском бульваре уже номер один. Французский бульвар мы потеряли с позиции малоповерховую из-за будовы, как написано это в приказе министра, министерства культуры. Забирая одессито-французский бульвар и отдавая его под застройку, городские власти не спрашивали мнения одесситов. Впрочем, они его вообще никогда не спрашивают. Для них есть одно мнение, собственное и одно на всех. В данном случае желание немедленно расширить бульвар и превратить его в обычную транспортную магистраль, тем самым доконав бульвар окончательно. Эти заявления мы слышали с вами в 2015 году. Тогда мы вышли на протестные акции показать мэру и сегодняшней власти, что речь должна идти не о расширении, а о благоустройстве и реконструкции французского бульвара с позиции, опять же, привлечения, ну я не знаю, может быть, не возвращение его в тот состояние, в котором он был, а все-таки пересмотр концепции не магистрали, как хотят увидеть наши чиновники, а с позиции бульвара, который имел бы и велосипедную дорожку, и сохранение брусчатки, которую, в общем-то, можно сохранить и перенести, допустим, на, будем говорить, трамвайное полотно. Есть такие предложения. Одесситы должны четко отстаивать позицию, что бульвар должен быть принадлежать именно пешеходам. Не о расширении должна идти речь, потому что это не решит проблему. У нас уже об этом много было написано статей. Если мы говорим о необходимости реконструкции, так это только в интересах пешехода и в интересах изюминки французского бульвара, как части, одной из части, вернее, как исторического ареала французский бульвар. Ведь об этом тоже нельзя забывать. Это возвращение не только полотна тротуарного, это естественное возвращение деревьев, это фасады. Ну, вы сами все прекрасно понимаете. Но ведь как раз о ремонте фасадов, об озеленении бульвара, об установке скамеек, урн, ремонте тротуара и речи нет. Пока есть слова головы, предложившего создать рабочую группу по данному вопросу. А это верный признак того, что одесситов снова не услышат. А бульвар окончательно утратит свою аутентичность, превратившись в обычную магистраль, с уложенной вдоль и поперек трухановской плиткой. Горожане, проживающие на поселке Котовского в районе Днепропетровской дороги, вынуждены ежедневно ходить по грязи. Путь домой – сплошная полоса препятствий. Вот так обстоит ситуация в этом районе. Пройтись по этому участку и остаться чистым – целое искусство. Горожанам приходится идти в обход. Вот только пожилым людям это не так уж и легко. Единственный, кто сегодня с легкостью преодолел местный водоем и при этом остался сухим и чистым – вот этот маленький велосипедист. Это вообще некомфортно, тем более с ребенком, с коляской. Нет, конечно, обходить далеко и грязь, и все прочее, антисанитария. Три месяца уже хожу, да. Ну, когда дождь идет, когда снег тает, да, всегда. Вот еще один малоприятный участок. Если не хотите испачкаться, тут нужно ходить по одному и желательно на носочках. Вот наглядный пример. Если ты идешь не один, а, допустим, с детьми. Сначала аккуратно, не спеша переводишь одного ребенка, а затем возвращаешься за вторым. И так несколько раз на день. И куда ни сверни, везде найдется подобная, в кавычках, прелесть. Интересно, в Европе люди тоже сталкиваются с такими препятствиями? Вот и мы сомневаемся. Суд продлил меру пресечения подозреваемым в нападении на лидера городской ячейки организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Напомним, еще 5 июня 2018 года неизвестные ранили активиста. Позже двое мужчин были задержаны полицией. Однако, как считает сам Виталий Устименко, главный организатор преступления до сих пор на свободе. В Приморском суде Одессы прошло заседание по избранию меры пресечения напавшим на одесского активиста Виталия Устименко Юрия Гаврилюка и Станислава Руденко. Суд вынес решение оставить их под стражей еще на два месяца без права на залог. Напомним, нападение на Виталия Устименко произошло еще в июне прошлого года. Он получил серьезное ножевое ранение. Активист был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и колото-резанными ранами. Спустя еще три месяца двое подозреваемых в нападении были задержаны полицией. Розв'язалось вопрос о продолжении перебивания под вартою подозреваемых в нападении на меня, Гаврилюка и Руденко. Им продолжили на два месяца меры захода. Как неоднократно заявлял сам Виталий Устименко, в деле нападения был еще один человек, организатор преступления, которого отпустили из СИЗО и который до сих пор на свободе. Одесские правоохранители задержали группу наркоторговцев. Злоумышленники разработали схему распространения наркотиков и в течение двух последних лет занимались сбытом метадона на территории Одессы, Киева и Кривого Рога. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции в Одесской области. В состав группировки входили лица в возрасте от 30 до 76 лет, которые разработали целую схему распространения наркотических средств и в течение двух последних лет занимались сбытом метадона на территории Одессы, Киева и Кривого Рога. Каждый из участников выполнял свою роль в преступной цепочке. Одни занимались разложением закладок, другие общались с непосредственными покупателями и после получения от них средств на счет предоставляли информацию о местонахождении наркотиков. Координировала все действия 36-летняя жительница Кривого Рога. В среднем за сутки группа наркоторговцев зарабатывала до 50 тысяч гривен. В ходе проведения оперативных мероприятий на улицах Осмонавтова в Одессе правоохранители задержали 706-летнюю женщину-курьера, у которой при себе было обнаружено и изъято 269 полиэтиленовых пакетов с метадоном. Товар пенсионерка привезла для передачи своей 30-летней сообщнице для дальнейшего его сбыта на территории города. При проведении ряда санкционированных обысков в Киеве и Кривом Роге правоохранители изъяли сим-карты разных телефонных операторов, банковские чеки, кредитные карточки, деньги и наркотические средства. Участники преступной группы задержаны. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Спортсменка из Черноморска Анастасия Лысенко стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике, который проходил в Чернигове. Об этом сообщают в пресс-службе областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Воспитанница заслуженного тренера Украины Юрия Кучинова установила три национальных рекорда в рывке, толчке и по сумме упражнений. В рывке Анастасия Лысенко показала результат в 120 килограммов, в толчке 150 и по сумме 270 килограммов. Правда, рекорд удалось установить с нескольких попыток. Отметим, что на Кубке Украины Анастасия Лысенко была единственным представителем Одесской области. Это не первая победа спортсменки на престижных соревнованиях. В октябре прошлого года Анастасия Лысенко завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Польше. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 8 марта в Одессе переменная облачность. Без осадка. Ветер южный. 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3,5. Тепла днем. 9-11 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин